Жертва Ферзя в начале партии явление в шахматах довольно-таки редкое, ведь произойти оно может только по одной причине, если соперник грубо ошибся, то и совершил зевок. Однако сильнейшей стороне тоже надо проявить внимательность и находчивость, чтобы найти этот переломный момент и нанести решающий удар, после которого соперник будет сломлен. Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и это новая рубрика Жертва Ферзя. Такие видео и раньше встречались на моем канале, но они не были структурированы. Теперь же будет четкое разделение по дебютам, и вы сможете не только сами поучаствовать в нахождении красивых комбинаций, но и узнать, какие есть комбинации с Жертвой Ферзя в том или ином дебюте. Но перед тем, как мы начнем, я обращаю ваше внимание на уникальное предложение. По ссылке в описании по моему промокоду вы получаете 3 месяца бесплатной подписки Яндекс Плюс. А это не только бесплатная музыка, фильмы и сериалы, но также и скидки на поездки в Яндекс.Такси, дополнительные гигабайты в Яндекс.Диск и многое другое. Акция действует для новых пользователей. Ссылка в описании. Поехали! Начать погружение в мир комбинаций с Жертвой Ферзя я решил с Испанской партии. Давненько мы не смотрели этот дебют. В каждом выпуске вы увидите и примете участие в нахождении трех красивых комбинаций, главная тема которых – Жертва Ферзя. Это будет красиво, быстро и познавательно. Всего таких выпусков по Испанке запланировано 5. Поэтому, если вам все понравится, обязательно жду от вас обратной связи в комментариях. Смотрим первую партию. Австрия, Вена, 1934 год. Белыми играет Ганск Мох, черными играет Бернард Гаммельт. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5 и черные играют конь Е7. После рокировка, Ж6, на доске у нас Испанская партия, но довольно редкий вариант. Д4, белые захватывают центр и здесь вместо правильного хода ЕД, черные решают сыграть слон Ж7 с идеей закончить развитие. То есть сыграть рокировка короткая, но при этом кое-что они не учитывают. Белые играют ДЕ и после конь бьет Е5, конь бьет Е5, слон бьет Е5. Конечно же, белые здесь соблазнились на интересный выпад, ход слон Х6. Теперь, как мы видим, черному королю в короткую сторону невозможно рокировать, поскольку слон обстреливает поле Ф8. Но при этом, как мы видим, белые жертвуют пешку на поле Б2, а за ней, собственно, не Москва, но ладья на поле А1. Слон бьет Б2, черные пока делают все верно. Конь Д2, С6, играют черные. А вот это уже, конечно, небольшая помарка. Следовало, если уж и жадничать, то до конца. Слон бьет А1, ферзь бьет А1 и ладья Ж8. У черных лишнее качество сохраняется. Да, король у них застрял в центре, но белым нужно доказывать справедливость этой самой жертвы. Черные же оказались из робкого десятка и сыграли С6, прогоняя слона с поля Б5. Б5, ладья Б1, ответный контрудар. Теперь единственным ходом за черных, чтобы не проиграть, был ход конь Ж8. Срочно нужно было отгонять слона, чтобы уйти слоном обратно на поле Ж7. Например, слон Е3 и тогда слон С3. Да, у белых позиция, как мы видим, вроде бы грозная, но с другой стороны ничего страшного. С черными не случилось и у них даже, согласно компьютеру, небольшой перевес. Но после ладья Б1 было сыграно слон Д4. И вот теперь, после конь С4, белые нападают ферзем на слона на поле Д4 и одновременно грозят матом на поле Д6 своим конем. Так как поле Ф8 обстреливается слоном с поля Х6, у черных нет выбора. Они играют в слон С5. А теперь, уважаемый зритель, я предлагаю тебе поставить видео на паузу и найти красивый решающий удар, который завершил этот поединок. Ход белых. Белые начинают и выигрывают. Итак, дорогой зритель, я надеюсь, что ты внимательно смотрел мое видео. И так как главной темой видео является жертва ферзя, то, конечно же, здесь белые играют ферзь Д4. Наносят вот такой страшной силы двойной удар, висит слон, висит ладья, причем практически с матом, и здесь сразу же черные капитулировали. Дело в том, что на взятие ферзя следует красивый мат конем, конь Д6. Ну а если не брать ферзя, то висит ладья, висит слон, висит все на свете, и позиция безнадежная. Даже если сыграть, например, ладья Ж8, то после ферзь бьет С5, черные даже не успевают отыграть слона, поскольку вновь висит, когда моклов меч, угроза конь Д6 мат. Вот так красиво закончилась эта партия, а мы с вами набираем обороты и идем дальше. Англия, Лондон, 1898 год. Белыми играет Рейнольд Варт, черными играет Тимоти Колли. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, конь Ф6, рокировка, конь бьет Е4, и после ладья Е1, конь Д6, неожиданно возникает вариант Рио-де-Жанейро. После конь бьет Е5, слон Е7, слон Д3, играют белые. Как мы видим, вариант Рио-де-Жанейро, который и сейчас встречается в партиях сильнейших гроссмейстеров мира, на самом деле применяется довольно-таки давно, 1898 год, друзья. Рокировка, играют черные, пытаются закончить развитие. Конь С3, конь бьет Е5, ладья бьет Е5, и С6 играют черные с целью не пустить коня вражеского белого на поле Д5. Конечно, слон Ф6 было самым логичным ходом, и после ладья Е3 сыграть Ж6. Далее слон идет на поле Ж7, и у черных нормальная, хорошая игра. Но после ладья бьет Е5, С6, белые играют Б3, конь Е8, слон Б2, Д5, ферзь Х5, и над черным королем сгущаются тучи. И здесь черные вместо правильного хода конь Ф6, нападая на ферзя, защищая пункт Х7, сыграли Ж6. Что самое удивительное, позиция, которую сейчас вы видите на экране, повторилась спустя 101 год в партии Олега Николенко против Льва Черника в Москве. Представляете, друзья, да? 101 год, и вот позиция у нас повторилась. Итак, позиция назрела для решающего удара. Ход белых, белые начинают и выигрывают. Ход Ж6 оказался грубой ошибкой, и теперь вы должны поставить видео на паузу и найти красивую комбинацию. Итак, дорогой зритель, я надеюсь, что ты выполнил все условия, поставил видео на паузу, внимательно подумал. Ну, а я продолжаю. Белые разрубают Гордиев узел этой позиции изящнейшим ударом, конь бьет Д5. Жертва ферзя, которую, оказывается, невозможно принять. Что делать? В случае принятия следует конь бьет Е7, шах. Теперь в случае ферзь бьет Е7, ладья бьет Е7, получается так, что у белых просто подавляющая позиция. Но на этот вариант черные обязаны идти, так как иначе они просто получают мат. То есть ферзь бьет Е7, ладья бьет Е7, ну и посмотрите, какая сила двух слонов в этой позиции. Белые просто идут ладьей на поле Е1, далее ладья Е3, ладья Ж3. Ну и у черных нет удовлетворительной защиты. Несмотря на то, что вроде бы сейчас на доске всего лишь одна лишняя пешка у белых, позиция просто подавляющая. Какие еще варианты после зубодробительного удара конь бьет Д5 могут пройти? Ну, главный вариант это, если после ЖН конь бьет Е7, черные не принимают. То есть не отдают обратно ферзя, а играют король Ж7. Тогда ладья бьет Х5, шах, вскрытый шах от слона. И опять же, на любой ответ на конь Ф6, если, например, перекрываемся от такого шаха, то получают вот такой красивейший мат черный, ладья бьет Х7. Посмотрите, какая красота. Конь связан с слоном с поля Б2, а конь с поля Е7 отнимает поля Ж6 и Ж8. То есть спасения уже нет. На Ф6 тоже следует такой вот красивый мат. Какие еще варианты после конь бьет Д5, если попытаться взять ферзем? Ферзь бьет Д5. То есть на ладья бьет Д5, попытаемся забрать ферзя. Но тогда просто играют белый ферзь Х6. У черных ферзь остается под ударом, а угрожает просто ладья Х5. Когда ферзь отойдет и будет грозить все на свете. Будет грозить мат конкретно на поле Х7. И спасения здесь уже, опять же, у черных нигде нет в вариантах. Ну и самый главный и красивый вариант, что после конь бьет Д5, если ЦД, то тогда ферзь бьет Х7 шах, король бьет Х7, ладья Х5 шах. И после король Ж8 черный король получает мат вот таким вот образом. В общем, это очень красивая комбинация, которая была воспроизведена на шахматной доске еще в 1898 году. И ход в ход повторилось спустя ровно 101 год. Впечатлены, друзья? Если да, то не забывайте ставить лайк. Ну а мы с вами приступаем к обзору третьей партии. Напоследок я оставил партию, которая однозначно вызовет у впечатлительных людей, может быть, даже катарсис. Поэтому я вас предупредил. Нидерланды, 1975 год. Белыми играет Фредерик Аквист, черными играет Йорген Хевенек Клиде. Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6, Слон Б5, Слон С5, С3, Конь Ф6, Д4, Слон Б6. На доске испанская партия. И белые играют Слон Ж5. После ЕД, Е5. Кажется, что выигрывают вроде бы фигуру белые. Но ДС играют черные неожиданно и ставят белым красивейшую ловушку. И вот здесь белые попадаются в капкан. Правильно здесь играть Конь Б5, С3. После Х6 черные контратакуют Слона. ЕФ, ХЖ. Ну и после ФЖ позиция белых получше. Но после ДС белые соблазняются на взятие коня, ЕФ. И следует ход ЦБ. На что рассчитывали белые? Белые рассчитывали на то, что после ФЕ2 шах. Они дают шах. И далее просто забирают пешку на поле Б2. Поскольку король вроде бы вынужден уходить на поле Ф8. И тогда даже можно на Ж7 еще съесть с шахом. Где-то еще и Ферзя прихватить. Но чего не ожидали белые? То, что на шах ФЕ2 черные ответят ФЕ7. Просто подставляя Ферзя под пешку. И оказывается, что в этом ходе кроется гигантский смысл. Дело в том, что теперь белые не успевают взять на поле Б2. Поскольку их Ферзь на поле Е2 оказывается неожиданно связанным. И в случае, например, взятия Ферзя пешкой. Просто забирают черные ладью. Превращаясь в Ферзя. И оказывается, что у белых просто проигранная позиция. Конь на поле Б1 связан. Ферзь превратился. То есть черные фактически никакого материального урона даже не понесли. Ну а пешка на поле Е7 прикрывает черных от всех неприятностей. И вот так вот на десятом ходу черные смогли сломить сопротивление соперника. Соперник, игравший белыми, был настолько впечатлен ходом Ферзь Е7, что даже не стал продолжать борьбу, которую в принципе можно было продолжить. И кто знает, как повернулась бы еще игра. Но в любом случае это уже история. Свидетелями которой мы с вами только что стали. Друзья, если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Я же благодарю вас за внимание. Надеюсь, что новая рубрика вам понравилась. И вы сегодня нашли все предложенные комбинации. Играйте в шахматы, друзья. Любите шахматы. Играйте всегда красиво. Любите радостные шахматы. Всем счастливо. Субтитры подогнал «Симон»